Пока одни пенсионеры начинают каждый свой день с просмотра программы «Здоровье», другие его активно укрепляют. Например, наши герои начинают свое утро в 10 часов в этом актовом зале. Здесь не занимаются гимнастикой, но активных и спортивных хоть отбавляй. В актовом зале Химкинского центра соцобслуживания зарождаются крепкие танцевальные тандемы. Яркий пример этому – Николай Хлюстов и Ольга Майба, которых год назад связала и музыка, и танцы. Мне всю жизнь хотелось танцевать, но не было возможности, потому что работы много всегда. Самое сложное – осознать, что ты что-то сможешь. Обычно человек не уверен в своих силах. Они не только преодолели свои страхи, но и сумели стать образцово-показательной творческой парой. На минувшем танцевальном конкурсе «Битва парков Подмосковья» Ольга и Николай обошли 14 соперников из шести других подмосковных округов и стали лучшими в номинации «Бальные танцы». Впрочем, сами танцоры уверены – без упорных тренировок под пристальным взглядом их педагога Ева Поляковой у них бы ничего не вышло. Занимались они очень целеустремленно. Они занимались регулярно, ходили на каждое занятие. У них есть взаимопонимание внутри пары, у них все хорошо получается. У Коли есть своя семья, у Оли есть своя семья. Но вот они познакомились в танцевальном зале, они сдружились и вместе работают. Сами пенсионеры говорят – близкие с пониманием относятся к их танцевальному пристрастию и к той дружбе, которая завязалась между партнерами по танцам. Мы как бы стали просто друзьями. Мы гуляем иногда вместе. Николай очень красиво ухаживает за женщиной. Он дает покупать мороженое, выслушивает все рассказы, все жалобы. Не исключено, что любительский творческий тандем Николая и Ольги вскоре может стать профессиональным. Молодых пенсионеров уже приглашают выступать на праздниках и фестивалях, один из которых – фестиваль активного долголетия – пройдет в Лобни 10 октября.